24 мая в прокат выходит новый фильм из вселенной Звёздных войн. В 2012 году Джордж Лукас продал Лукас Финнс вместе с правами на Звёздные войны корпорации Дисней за 4 с чем-то миллиарда долларов. И вот теперь Дисней с целью отбить всё это затраченное собирается в ободримом будущем выпускать по фильму из этой вселенной каждый год. В 2015 году вышел первый фильм Диснеевской эры, я бы назвал это халтурной подделкой, которая называлась «Пробуждение силы». В 2016 совершенно ненужный «Изгой-1» и в прошлом году Дисней выпустил абсолютно омерзительный фильм «Последний джедай». В этом году Дисней снова собирается порадовать нас или же может быть скорее поиздеваться над нами фильмом «Хан Соло», где нам собирается показать предысторию бравого контрабандиста Хана Соло, как он познакомился с Чубакой, как выиграл в «Миллениум Фалкон» у Ланда Калризина и тому подобного. И вот что нам ждать от этого фильма? Я имею очень сильное подозрение, что нам в четвёртый раз по счёту подсунут дерьмов, красивые обёртки. И на это есть несколько причин. Во-первых, как всем известно, съёмки фильма были очень проблемными. Первоначальный режиссёрский дуэт Фил Лорд и Кристофер Миллер – это люди, которые сняли фильм «Лего», обе части комедии «Мачо и Ботан». В общем, их выгнали уже после того, как было снято примерно 80% фильма. И новый режиссёр Рон Ховард, можно сказать, ветеран Голливуда, известный по таким фильмам, как «Кот да Венчи», «Ангелы и демоны», «Игры разума», «Аполлон-13» и куча-куча других, в общем, ему пришлось почти всё переснимать на свой лад. Главную роль исполняет Олден Эренрайк. Это очень посредственный актёр, и он даже близко не Гаррисон Форд. И вот 10 мая состоялся премьерный показ этого фильма. Были приглашены журналисты, которые после просмотра поделились в Твиттере своими впечатлениями. Судя по Твиттерам и принимая во внимание, что даже если им фильм не понравился, они вряд ли будут его хаять. Ну, хотя бы потому, что их могут не пригласить на следующий показ. И поэтому, даже несмотря на это, отзывы смешанные. То есть, даже если есть восторг, то он какой-то не слишком восторженный. Большинство журналистов хвалит Дона Гловера, исполнителя роли Ланда. И вежливо добавляет, что и Терренрайк тоже, в общем-то, ничего. К концу фильма почти забываешь, что это не Гаррисон Форд. И я вам напоминаю, что фильм называется не Ланда Калризиан, он называется Хан Соло. И вот говорят, что поначалу фильм пытается найти себя, нащупать свой путь, встать на ноги. На человеческом языке это означает, что начало будет затянутым, нудным, неинтересным. Многие в описании используют английский эпитет «бласт», что можно очень примерно перевести как «отпад». Но это слово достаточно обтекаемое. Его можно вставлять тогда, когда надо выразить восторг, особо восторга не ощущая. Некоторые из журналистов вообще использовали выражение «kind of a blast». «The movie was kind of a blast». То есть, вроде как отпад. Фильм был «вроде как отпад». Еще один отзыв был примерно такого плана. Можно получить некоторые удовольствия от Хана Соло. Эрин Райк не подвел. А вот Гловер и L3 доставили настоящее удовольствие. Но вот я не убеждена, что нам нужен фильм о молодом Хане Соло. Я ожидала более высокие ставки, больше энергии, больше глубины. Еще одна журналистка сказала, что вышла из кинотеатра с огромным желанием увидеть первоначальную версию первых режиссеров Лорда и Миллера. А вот хрен тебе, нифига ты не увидишь, потому что их уволили. И судя по всему за то, что они, похоже, вместо фильма «Хан Соло» снимали «Мачи и ботан в космосе». И именно им пришло в голову пригласить Эрин Райка играть в Соло. Теперь Эрин Райк, по его словам, подписал контракт с Диснеем на три фильма. И кто бы после них не снимал эти фильмы, он будет вынужден работать с этим посредственным актером. А мы, зрители, будем вынуждены созерцать его неумелое актерство. В общем, если из этого фильма выйдет хоть что-то удобоваримое, что-то приличное, это будет полностью заслуга Рона Ховарда. Вообще, среди журналистов было чрезмерное количество непонятных девушек, от которых трудно ожидать понимания «Звездных войн». Они в восторге, что их пригласили на премьеру, что им там можно потусоваться со звездами. И, по большому счету, им все равно какой фильм. Ну, в общем, главное, чтобы на следующую премьеру, на следующее мероприятие их тоже пригласили. И задача перед ними стоит написать твиты без спойлеров, которые бы подогревали интерес к фильму. И уже перед самым выходом фильма в прокат написать бесспойлерные обзоры, интервью с исполнителями, интервью с создателями. И тоже для подогревания интереса все это. То есть, на самом деле, эти так называемые журналисты, это больше похоже на приложение к маркетинговому отделу киностудии. То есть, они как бы их внештатные пиар-подразделения. Особенно, если киностудии снимают фильмы, близкие этим журналистам, пропагандирующие идею феминизма, мультикультурализма, что в переводе на человеческий язык означает уничтожение и обсирание всего, что близкое сердцу нормальных, белых, гетеросексуальных мужчин. Например, зайдите на Rotten Tomatoes и посмотрите на рейтинг последнего джедая. Этого плевка в лицо фанатам звездных войн. Посмотрите на разницу между критиками и зрителями. У критиков полный восторг. 91%. А зрители оценили этот фильм очень низко. Всего 47%. Такое расхождение ясно показывает. Кинокритикам доверять нельзя. Они выполняют заказ. Поддерживают определенную повестку дня в обмен на доступ и на эксклюзивы. И не пытайтесь вычислить сюжет фильма по трейлерам. Потому что Дисней имеет такую привычку путем творческого монтажа вызывать определенные ожидания от сюжета. Давать ложные намеки. Например, помните, как перед фильмом «Пробуждение силы» все время в трейлерах показывали Фина со световым мечом. Намекая, что у него есть сила. Что он такой скрытый джедай. Конечно, все это было сделано для того, чтобы скрыть, кто на самом деле главный персонаж фильма. В общем, что я думаю об этом? У меня есть все основания полагать, что фильм Хан Соло провалится. Его никто особо не ждал. Есть только один Хан Соло. И это Гаррисон Форд. Любому другому актеру пришлось бы очень трудно. А Бездер Эренрайк вообще тут не к месту. Он даже внешне не похож на Форда. Например, он ниже его роста на 10 сантиметров. Негатив от предыдущего фильма «Последнего джедая» будет неизбежно перенесен на этот фильм. И многие фаны просто не пойдут на него. Они стали понимать, что Дисней просто их доит. Что Дисней просто приобрел франшизу с феноменальной фанатской базой. И с огромным количеством ностальгии. И доит ее. Маня фанатов этой ностальгии и красивой оболочкой. А внутри нет ничего, кроме каких-то отбросов. И если говорить про провал, то любой фильм из вселенной «Звездных войн», который не набрал миллиарда, это провал. Если фаны не валят толпой на этот фильм, то это провал. Дисней пока еще не отбил денег, которые они заплатили Джорджу Лукасу. И вот если посмотреть в динамике, то виден спад. Первый фильм «Пробуждение силы» собрал 2 миллиарда. Следующий «Изгой-1» принес 1 миллиард. То есть половину от «Пробуждения силы». «Последний джедай» – миллион триста. То есть если следовать тренду, когда отдельный фильм собирает примерно половину от фильма из трилогии, то Хан Соло должен принести примерно 650 миллионов. И это огромные деньги, но не для «Звездных войн» и не для Диснея. Я лично на фильм пойду, и я сделаю обзор. Мне интересно, оправдаются ли мои ожидания или опасения. И я никого не отговариваю от просмотра. Сходите и убедитесь сами, стоящий это фильм или нет. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте лайки. До свидания.